Дорогие слушатели! Сегодня мы хотим поговорить с вами о согласных звуках русского языка и о способах их образования. Согласные звуки – это класс звуков речи, противоположных по своим свойствам гласным. Мы поговорим об артикуляционных акустических свойствах согласных. С акустической точки зрения согласные характеризуются как звуки, при образовании которых важную роль играют шумовые источники. Следовательно, мы многое узнаем об основных правилах и закономерностях системы согласных звуков русского языка. Согласные звуки в русском языке образуются либо сочетанием голоса и шума, либо только шумом. В русском языке имеется 37 основных согласных звуков. Каждый согласный звук в определенной позиции способен выполнять смыслно-различительную функцию, поэтому они образуют определенную систему. По месту образования мы делим русские согласные на губные и язычные. Губные дальше делятся на губно-губные, губно-зубные, а язычные принято делить на три подгруппы – переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные. По способу образования они делятся на две основные группы – щелевые и смычные. Дальше смычные согласные делятся на взрывные, африкаты, смычнопроходные и дрожащие. По участию голосовых связок мы делим согласные на глухие и звонкие. Глухие согласные – это П, С, С, Ч, Ш, Щ, К, Ф, Х – состоят только из шума, тогда как звонкие согласные – В, В, Г, Д, Ж, З и краткое – Л, М, Н, Р – состоят из шума и голоса. Когда мы произносим звонкие согласные, в голосовых связках происходит вибрация, которую можно почувствовать, если положить руку на горло и произносить эти согласные. Звонкими являются следующие звуки – В, В, Г, Д, Ж, З и краткое – Л, М, Н, Р. Большинство глухих и звонких согласных составляют пары. В русском языке имеются 11 пар по глухости-звонкости. Давайте теперь, дорогие слушатели, обратим внимание на основные моменты нашей сегодняшней лекции. Первый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Преобладание голоса или шума Согласные звуки образуются либо сочетанием голоса и шума, либо только шумом. В русском языке имеется 37 основных согласных звуков. Каждый согласный звук в определенной позиции способен выполнять смыслоразличительную функцию. Эти звуки образуют определенную систему. Одни из них входят в пары мягкости-твердости, глухости-звонкости. Другие различаются только по признаку мягкости-твердости. А третьи отличаются только по признаку глухости-звонкости. И некоторые согласные звуки не входят ни в какие пары. Их принято считать одиночками. Признаки деления согласных Согласные в русском языке принято делить по следующим признакам. Первый. По месту образования. Второй. По способу образования. Третий. По участию голосовых связок. Четвертый. По твердости-мягкости. Согласные по месту образования. Место образования согласных звуков определяется речевыми органами, Участвующими в создании преграды воздушной струе. Нижняя губа и язык считаются активными органами речи. А верхняя губа, зубы и небо пассивными. В лингвистической литературе в классификации по месту образования существуют некоторые расхождения. Например, некоторые лингвисты переднеязычные называют передненебными зубными или небнозубными. Среднеязычные средненебными, заднеязычные задненебными. Губно-губные согласные. В их произнесении нижняя и верхняя губа активно участвуют, поэтому они называются губно-губными. В русском языке буквы Б, Б, П, П, М, М являются губно-губными. При их образовании нижняя губа, направляясь к верхним зубам, образуют преграду, поэтому они получили название губно-губно-губные. В русском языке буквы В, В, Ф, Ф являются губно-губными. Язычные согласные. Согласные, образуемые при активном участии языка, называются язычными. В зависимости от того, какая часть языка создает преграду, язычные согласные делятся на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные. Переднеязычные согласные далее подразделяются на зубные и небнозубные. Переднеязычные зубные. При их произношении передняя часть языка находится у зубов, поэтому они являются переднеязычными. В русском языке по месту образования согласные Т, Т, Д, Д, С, С, З, З, С, Л, Л, Н, Н называются переднеязычными зубными. Переднеязычные, передненебные. Когда мы произносим эти согласные, передняя часть языка поднимаются к небу, поэтому Ш, Щ, Ж, Ж, Р, Р, Ч, по месту образований являются переднеязычными небнозубными. Среднеязычные согласные. К среднеязычному звуку относится только йод. При его произношении средняя часть языка поднимается к небу, поэтому этот согласный по месту образования называется среднеязычным. Заднеязычные согласные. Это те согласные звуки, при образовании которых задняя часть спинки приподнимается к небу. Это звуки Г, К, Х, Г, К, Х. Заднеязычные согласные Г, К, Х являются задненебными, а мягкие заднеязычные Г, К, Х считаются средненебными. Деление согласных по способу образования. Мы уже знаем, что при образовании согласных звуков воздух на своем пути встречает преграду. В зависимости от того, как воздух преодолевает эту преграду, определяется способ образования согласных. Все согласные имеют три фазы артикуляции – смычка, выдержка и взрыв. По способу образования согласные звуки делятся на две большие группы – щелевые и смычные. Щелевые согласные – это те согласные, при произношении которых органы речи смыкаются не полностью, вследствие чего образуется щель, через которую проходит воздух, и производятся щелевые согласные. В русском языке это звуки – В, В, Ф, Ф, З, З, С, С, Ж, Ж, Ш, Ш, Х. Смычные согласные – при их произнесении смычных согласных воздушный поток полностью перекрывается на какое-то время, а затем под давлением воздух толчком выходит наружу. Так образуются смычные согласные. В зависимости от того, как это препятствие устраняется, смычные согласные делятся на взрывные, африкаты, смычнопроходные и дрожащие. Взрывные. Под напором струи воздуха смычка взрывается, и струя воздуха проходит прямо из-за ртовой полости наружу. Согласные звуки – П, В, Т, Д, К, Г и соответствующие им мягкие варианты этих звуков являются смычными. Африкаты. При произношении африкатных согласных полости рта образуется смычка, которая под давлением воздуха разрывается и образуется щель, через которую воздух с шумом выходит наружу. Таким способом производится С, Ч. Смычнопроходные. При образовании смычнопроходных согласных смычка остается ненарушенной, так как воздух проходит через нос или рот. Звуки Л, Л, М, М, Н, Н являются смычнопроходными. Дрожащие. Дрожащие. Это те звуки, при образовании которых органы речи вибрируют, то есть органы речи производят дрожание. В русском языке существует только два таких звука. Это Р и Р. Глухие и звонкие. Глухие согласные состоят только из шума. При их произнесении голысовые связьки остаются расслабленными, то есть воздушная струя свободно проходит через гортань и тон не возникает. Глухими согласными являются П, С, Ц, Ч, Ш, Щ, К, Ф, Х. Глухие согласные состоят из шума и голоса. При их произнесении воздушная струя не только преодолевает преграду в полости рта, но и колеблит голосовые связки. Когда мы произносим звонкие согласные, в голосовых связках происходит вибрация, которую можно почувствовать, если положить руку на горло и произносить эти согласные. Звонкими являются следующие звуки Б, Б, В, В, Г, Г, Д, Д, Ж, З, З, И, Л, Л, М, 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 Н, Н, Р, Р. Парные согласные. Большинство глухих и звонких согласных составляют пары, то есть являются парными. В русском языке имеются 11 пар по глухости-звонкости. Но есть звуки, у которых нет пары по признаку звонкости-глухости. Например, у звуков Р, Л, Н, М, Й нет глухой пары, а у Ц и Ч звонкой. Сонорные согласные. В русском языке 9 звуков. М, М, Н, 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 Л, 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 Р, Р, Й являются сонорными. Как при образовании всех других согласных, при артикуляции сонорных тоже в ротовой полости создается препятствие. Но в отличие от шумных согласных, в их образовании практически не участвует шум. Воздух проходит наружу, либо через нос, либо сбоку языка. Сонорные характеризуются тем, что в составе этих звуков голос преобладает над шумом. В сонорных звуках, хотя почти полностью отсутствует шум, преобладает тон, но они самостоятельно могут образовывать слог. Среди сонорных согласных гласным ближе всего стоит звук йод. Они между собой различаются местом и способом образования, а также твердостью, мягкостью. По глухости и звонкости они являются непарными. Твердые и мягкие согласные. В системе русских согласных существенной особенностью является наличие согласных по признаку мягкости-твердости. Твердость, мягкость согласных в русском языке играет в смысле различительную роль. Поэтому при преподавании русского языка необходимо обратить особое внимание на проблему произношения мягких твердых согласных звуков. В русском языке наряду с более употребительными терминами мягкие и твердые существуют термины палатализованные и непалатализованные согласные. Согласные, не образующие пары по мягкости-твердости. Некоторые согласные являются только твердыми или только мягкими. Они не образуют пар по твердости-мягкости. Например, в русском языке Ж, Ш, Ц являются только твердыми, хотя в словах «жираф», «широкий», «цифра» пишется «жи», «ши», «ци». Это объясняется тем, что в древнерусском языке в определенный период они были мягкими. Только мягкими являются согласными «йод», «ч», «щ». Итак, дорогие слушатели, давайте вспомним, о чем мы говорили сегодня в нашей лекции. Сегодняшняя наша лекция была посвящена одной из самых сложных тем в русском языке, а именно согласным звукам русского языка и их способам образования. Первое. Мы постарались разобраться в особенностях согласных звуков русского языка. Второе. Постарались передать, что в русском языке твердость, мягкость и другие особенности согласных играют в смыслах различительную роль. Поэтому при изучении русского языка необходимо обращать особое внимание на изучение согласных звуков. Итак, изучая систему согласных звуков русского языка, мы отдельно подробно прошли их все артикуляционные особенности. Мы узнали, каким способом при произнесении того или иного согласного звука образуется преграда и как она устраняется, как работают органы речи, а также каково поведение голосовых связок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!